И в завершение правки стопы, вот смотрите, по идее должна стопа опираться на три точки, да? Вот тогда она будет правильная. Далее, если вот... Привальгуси, да? Вот такие фиксаторы покупаются. И вот есть вот такая вот резиночка, которая ставится между большим пальцем. На ноге отсюда, да? И вот она от этого. От указательного пальца его оставляют. Либо вот такие вот такие растяжечки. То есть надо заниматься. Если вы упустили этот момент, то нога вообще превратится в очень родливую форму. Так, и вот я вам говорю, да, про эти пятки. Пятки уходят в сторону, да, их тоже нужно выравнивать. Давайте сейчас обратим внимание на пяточки наши. Значит, во-первых, если пятка развернута вот туда, да, то, соответственно, укорочены вот эти мышцы. Их надо ослаблять. А вот эти мышцы стимулируют, чтобы пятка развернется вот вовнутрь. Ну, соответственно, либо наоборот. Вот стимулируем мы и вениками, и массажными движениями всякими, да. Ну, с детьми, например, делают вот такие вот, чтобы было приятнее. Потому что там трех-шестилетние дети, они не терпят эти жесткие всякие моменты, да. Вот так мы поприятнее и поинтереснее. Игровой такой момент включаем работу. Вот он. Так, и значит, дошли до пятки. Чуть-чуть до шуток соберем. Вот. Уперлись в пятку и стопой в разные стороны их растягиваем. Раз, прием. Второй прием. По 45 градусов. Стол. Ну, желательно серединку стола, там вот хрустель будет, а тут же ребро жесткость сюда встали. И вот в долина стопы мы упираемся и прям туда вот вставляем ее. Вот здесь мы сначала ее. Вот хрустнула, слышал? Потерпи, потерпи. Теперь пятку держим вот со стопой вместе. Относительно голени. Голень по диагонали вот так схватили с этой стороны. Да, фиксируем к столу. Вот расплечили и раз в эту сторону. О, держу хрустнула. Если надо, то в другую сторону. Теперь пятку фиксируемся с голенью. Я стопу относительно пятки в эту сторону и в эту сторону. Стопу плотно захватили таким бутербродом, да? Наценили до предела и за счет силы локтей. Раз, два, три. И обратно соль. Раз, два, три. И если мы работаем с плоскостопием, да? Вот она уже нога осела как будто бы, да? То можно обратно домой отпустить человека, используя тейпирование. Вот такой кусочек отрезаем. Собьем ножку вот так. Значит, нам надо притянуть, получается, пятку с носком вот сюда. Значит, закрепляем здесь. Натягиваем уже, да? И по натянутой части клеим вот сюда. Чтобы было постоянное натяжение. Ну, этот кусочек уже, в принципе, не нужен. И натяжение вот здесь, да? Соответственно, эту часть с такой вот этой частью. Ну, вот так вот можно отпустить человека домой. Попросить его купить в ортопедическом салоне супинатор из стельки специально, да? И желательно вообще всю обувь носить с супинаторами. До новых встреч, друзья. С вами был Олег Аллавгудвин. Приходите ко мне. Я вас подправлю и многому научу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok